Вы пара рук и совсем немного инструментов из какого-нибудь строительного магазина и у вас крутая грифельная доска. Поехали! Куся! Не слышит. Это хорошо. Потому что я хочу сделать грифельную доску. Пойду проверю. Брат сидит в наушниках. Это замечательно. Итак, короче, мы в своей кухне хотим сделать грифельную доску. Начали выбирать. В принципе, метр на 50 нам подойдет. Смотрели цены, но у кого здесь очумелые ручки? Как с помощью очумелых ручек или очумелого человека сделать у меня там собака? Покажу потом. Ач! Дай лапу. Да не бойся, дай лапу. Он очень всего боится. Ты маленький, маленький пес. Не бойся. Да, да, да. Как Саша тебя называет? Дай лапу. Молодец, молодец, хорошая собака. Из подручных материалов можно собрать кучу прикольных штук. В общем-то, я паку мекала. Нашла вот эту доску. Она осталась нам от строителей. У нее есть, конечно, недостаток. В виде вот этих вот петлей. Но я их сниму отверткой. Это первое, что нам понадобится, да. Нам нужна будет какая-то доска. Не знаю, как доски эти называются. Поэтому я не могу вам сказать, что это за доска. Ну, в общем-то, она достаточно не тяжелая. Но у нее есть свои недостатки. Надо, блин, поднять камеру. Недостаток в том, что в ней была ручка. Нужно теперь будет затереть наждачной бумагой. Затереть это место, где входила ручка. В общем, чтобы была ровненько. Потом нужно будет прогрунтовать. И все. После этого можно будет приступать. На самом деле, на самом деле, грифельную доску так просто делать. Так же просто, как, например, крашеный забор. Что нужно, чтобы у вас появился крашеный забор? Просто покрасить его. С грифельной доской примерно то же самое. Что нам понадобится еще? Нам понадобится. Вообще, самое основное. Это видео можно было записать за 15 секунд. Он сказав, купите такую краску. Короче, действительно, грифельное покрытие. Краска для школьных дос. Секрет всего. Настраивайте. Секрет всего. Это второе, что нам понадобится. Грунт. Ну, это такое розовенькое, прозрачное. Ей все покрывают и стены. Все что угодно. Чтобы скрепление материала было более лучше. Так же художественный грунт я бы взяла для совсем там каких-то неровностей. Тыли какие-то там закрыть. Дальше по нашему, по нашей задумке будет не рама, как у картин, а канат. Либо такой, либо такой. Не знаю. Напишите в комментариях, какой вы считаете лучше. А какой будет, я не знаю. Поэтому я и купила и тот, и тот. Потому что я итога еще не знаю. Мне кажется, что будет вот этот. Поскольку я взяла доску обыкновенную, то еще нужно было купить какие-то петли. Ну, не петли, но петель, скажем так. Чтобы присоединять доску к стене. Я купила вот такие. На два саморезика крепятся. И вот сюда будет уже прицепляться. Еще купила дюбель-гвозди. Ну, для того, чтобы было куда крепить саму эту работу. Знаете, что важно? Важно то, что вот эта краска акриловая. Она без запаха быстро сохнет. Я смогу сделать покрасочную работу прямо дома. Ну что ж, приступаем. Лишнюю часть открутили. Досочка готова. Так. Не готова. Упс. Надо этот замочек тоже убить. Собственно, теперь выберем ту сторону, на которой меньше... Ну, видите, тут люди ходили, не стесняются. Но это не страшно. Когда, блин, проходится грунтовкой, это все... Пыль, это уйдет. Так. Меньше всего шероховатости на вот этой стороне. Но здесь есть два участка, в которые я бы обработала наждачной бумагой. Вот грунт, которым я воспользуюсь. Откровенно говоря, лучше взять валик и пройдись это за 5 секунд валиком. Но... Где наша не пропадала? Ждем, чтобы высохла. Надо уже говорить доброе утро, потому что я не дожелась вчера, когда высохнет моя доска. И уже легла спать, поэтому доброе утро. Вот теперь доска высохла. Почему я еще вчера не сделала... Ну, как бы могла не ложиться спать и доделать, но я этого не сделала, потому что я хочу сделать сюрприз своему брату. Я думаю, он ждет эту доску. И сегодня я, наверное, даже тайно сниму его реакцию. Ну, я не знаю, если он придет вовремя домой. Я себя отметила. С этой стороны уже куда прикручивать петельки. Вот красненькие. Их таких 4. 4 красненькие точки. Будь здоров. И, значит, сейчас будем прикручивать вот эти петельки. Испытания прошли успешно. Эти петли подходят. На стене все круто висит. Теперь нужно выбрать все-таки, какой шнур. Вот этот или вот этот. Если честно, вот этот, наверное, больше подойдет для какого-то бара. Я не знаю. Ну, в общем, наверное, слишком грубо для нашей кухни. Вот это я боюсь, что потеряется, потому что у нас стены белые. Но, честно говоря, мне кажется, что будет вот этот. Ну, не знаю. Потому что вот этот, господи, это очень сложно. Не знаю. Не знаю, правда. Я приняла решение в сторону вот этой. Сейчас буду клеить с помощью клея. Клей его. Короче, пистолет термоклеющий. Хорошо, что на нем написано это. Иначе бы я в жизни это не выговорила. Значит, вот такие у него стержни. Ну, я думаю, все знают, кто делает что-то руками. Вы точно знаете. Вот после этого обязательно нужно сделать какую-то классную надпись, чтобы брат уже увидел итог. И тогда наверняка. И потом вечером снимать его реакцию. Ну, в целом экономия около 5000 рублей. Окей, 1000 я плюс-минус потратила. Пусть будет 4000 рублей. Может быть, можно найти где-то дешевле. Может быть. Но, но. Я хочу запаять вот этот кончик, чтобы он не разошелся. После этого уже буду приклеивать непосредственно вот это. Я, в принципе, готова. Теперь я найду свои мелочки. Напишу какую-нибудь миленькую фразу. Может быть, и не очень миленькую. И повешу. Покажу вам, как это будет выглядеть уже на стене. Здесь на веках, словно река, словно слова молитвы. Все, кроме любви. Вся наша жизнь так далеко. Я, я не один. Но без тебя просто никто. Пепел легок и светел. Я не заметил, как время прошло. Чары. Чары. Живеееее. Пока. Короче, сейчас буду прятать камеру, не знаю, может быть, сюда спрячу, за стекло, но я думаю, что он не обратит внимание нигде, главное, приготовиться. Сейчас посмотрим ракурс. Ходи! Вчера я приняла, чтобы успеть, но не успела. Просто я извиняюсь за то, что я в таком виде, что я только проснулась, что я не приготовилась отдельно для этого видео, но, тем не менее, я хотела его быстрее закончить, вчера этого не получилось. Я очень хочу, чтобы обрадовался брат, когда это увидит, потому что он расстраивается, что кухня получается не совсем по такому плану, как мы думали. По-моему, она все равно получается миленькой. Вот так очень просто сделать крифельную доску, себя порадовать, сделать свой дом чуть более персональным для вас. Вот я вам всем желаю приходить в вашу квартиру и чувствовать, что вы у себя дома. Пока! Объединяйтесь! Вдохновляйтесь! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok